Здравствуйте! Алматинские истории продолжаются, и мы продолжаем путешествовать по знаменитым алматинским дворам Золотого квадрата. Сегодня я нахожусь во дворе, который в народе почему-то называли и называют Цыковским двором. А почему Цыковским, мы узнаем из сегодняшней передачи. Ответ на этот вопрос оказался и простым и сложным одновременно. Простота заключается в том, что дом и двор, о котором сегодня пойдет речь, был построен в 1951 году рядом с Алматинским обкомом Компартии Казахстана. Здесь же в этот период располагались областные, городские исполкомы Совета народных депутатов. Первоначально предполагалось, что доме этом будут жить исключительно представители партийной номенклатуры. Но по воле менталитета того периода социальные статусы жильцов были смешаны. И на одной площадке в одном подъезде можно было встретить и министра, и ученого, и народного артиста. О чем красноречиво свидетельствуют кадры из фильма «Песня зовет», вышедшего на экраны в 1961 году. Куда вас везти? У меня тут есть знакомый Досай Нурланов. Только вот я не знаю. Нурланов? Певец-то? Да. Он живет в доме артиста, недалеко тут. Да? Поехали туда. Вот тот балкон, пожалуйста. Я рояль возил ему. А вон парадная. Миша, скажи, пожалуйста, в каком году вы переехали в этот волшебный двор? В 1968 году отца назначили собственным корреспондентом газеты ЦК КПСС «Социалистическая индустрия». Он был, скажем так, цыковским номерклатурным работником московского подчинения. Переехали мы в угловой подъезд. У нас была огромная квартира. У него был свой кабинет. Он был писателем, он написал много книг про жемчужины Казахстана, про Боровое, про Зеринду. Много романов. У него были пьесы на радио. И я с детства все это запоминал. К нам приходило очень много интересных людей. То есть собиралась дома большая толпа опять журналистов, писателей, актеров, артистов. Вот Толжас Амары Сулейменов, Евтушенко приходил к нам в гости. Геннадий Иванович Томачев, он был главный редактор газеты «Огни Алатау». К нам приходила Людмила Гурченко в гости. Александр Демьяненко, актер. Шурик. Шурик, да. То есть я очень много людей помню с того детства, которых я видел только по телевизору, о которых говорили. А потом, когда я уже повзрослел, конечно, я понял, какие-то глыбы были у меня дома, с которыми я мог пообщаться. Всегда собиралась большая компания. Иногда они играли в проферанс. Иногда просто сидели у отца в кабинете или в большой комнате. И какое-то было такое место, знаковое. Очень много ребят в округе. Наш двор, он тесно связан с двумя соседними, даже с тремя соседними дворами. Это дом артистов. Вот через Виноградово, бывшая Виноградово, сейчас Карасая Батыра. Через Бугенбай Батыра, раньше улица Кирова. Там находится двор, где жил Димаш Ахмедович Кунаев в 60-х годах. Оттуда ребята, они были тоже здесь, приходили с Дома артистов. Потом вот через Мира, Жильтоксан. Там два двора тоже приходили. Ребята сюда здесь собирались. Зимой здесь сначала заливался такой небольшой каток. Здесь тоже была клумба когда-то, очень давно. А двор вот так вот, он был обнесен забором. Потом его где-то в середине 60-х годов забор убрали. Но в принципе так это осталось здесь. То есть эти площадки, они были для детей исключительно. Ну, естественно, и для хозяйства, конечно. Но в те годы много что было. Все достойные внимания. Здесь вот Кабдуловы, здесь Жубановы, Джандосовы, Нусуповы. Я сейчас Кабдуловы, Серкибаевы. Много вот людей, которые даже и уже уехали, переехали. Но все равно эта аура остается. Вот даже та программа, которую ты сейчас ведешь, вот по дворам. Это и ностальгия, это надо знать, это надо помнить. Это очень интересно. Точный адрес сегодняшней Алматинской истории непростой. Проспект Аблэхана, 113, Карасай-Батыра, 67, угол улиц Желтоксан и Виноградово. Если пройтись вдоль этих четырех улиц, на которых замкнутым квадратом расположен Цыковский дом, и внимательно вглядеться в мемориальные надписи, которые хранят стены этого дома, то сразу становится ясно, место значимое для истории города, значимо именами и личностями, проживавшими здесь. Режиссер, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии, Азербайджан Мамбетов. Композитор, педагог, народный артист КССР Газиза Жубанова. Здесь же, в этом доме, жил выдающийся оперный певец, народный артист СССР Ермек Серкибаев. Вы мне писали, не отпирайтесь, Я прочел души доверчивое признание Любви невинно излияния Мне ваша искренность мила Эльдос, расскажи, пожалуйста, в каком году вы переехали в этот двор? Мы переехали в этот двор в 1957 году, вернее, переехали мои родители, мама была беременная мной, вот в эти... Это только построили их, получается? Да, вот в 1957 году закончили этот дом, и вот эту часть дома. И у меня отец получил квартиру на первом этаже. Вот эти дворки? Да, 84-я квартира. Мы жили здесь до конца 1970 года, а потом переехали здесь же, в этом дворе, в первый подъезд. И там же живет еще до сих пор моя мама. Сейчас вот там, с той стороны, мемориальная доска. Решение Макима, в этом году ее водрузили в память, значит, о том, что здесь с 1957 по 2011 год жил Исмогулов Жумагали. Писатель, журналист, переводчик. Эльдос, какие у тебя воспоминания связаны с этим двором? Сильно ли он изменился за это время? Дело в том, что и есть изменения, и есть те узнаваемые черты, которые присущи этому двору. То есть это вот этот двор, он как бы замкнутый с четырех сторон, и он делится на три поля. Вот это вот поле здесь еще в моем раннем детстве. Вот здесь стояли беседки, здесь собиралась молодежь, играли на гитарах, пели. Сюда приходили учащиеся консерватории, здесь устраивали самые настоящие такие концерты. Допоздна, причем жители двора, они с пониманием относились к этому. Мы немножко нарушали тишину. Когда были демонстрации на площади, весь двор перекрывали все арки, закрывали машинами. То есть стояли грузовики или поливални машины, стояли милиция, и до конца мероприятия сюда невозможно было ни зайти, ни выйти. А так как отец был московский журналист, ему нужно было срочно идти передавать репортаж в Москву. Соответственно, все журналисты тоже, которые собирались здесь, это было самое ближнее место. И 7 ноября у нас, начиная с конца демонстрации, у нас был уже полный дом. А 1 мая, то есть там сразу были все праздники. 5 мая был день журналистики, 1 мая праздник, 9 мая был, по-моему, день радио. То есть начиная с майских праздников, опять же, все заходили к нам домой. То есть это было настолько интересно и настолько... Сейчас для меня странно, что такие большие люди были вот просто так, здорово ли со мной за руку. Всегда что-то приносили. Диас Амаров, наш известный спортивный журналист, он мне всегда... Мы играли здесь в хоккей, он мне всегда приносил клюшки. Эфси какие-нибудь, да. Хорошие клюшки, всегда дорогие и хорошие клюшки. Но уже игранные, то есть ими уже играли. Они были настоящие. Если продолжить список знаменитых жильцов этого дома, то нельзя не вспомнить и эти имена. Главный редактор журнала «Партийная жизнь Казахстана» Ахмед Хафизов, первый секретарь Союза писателей Кривощоков, академик Зинулак Абдулов, ректор высшей партийной школы Бижан Джумагалиев, председатель комитета гос. телерадио Хасенов, писатель и журналист Джумагали Исмагулов. Вообще сам по себе двор, у него есть своя история. Здесь жило очень много достаточно известных людей, которые оставили большой след в истории нашего города и нашего государства. Вернее, тогда еще Казахская ССР, потом уже Казахстана, Республика Казахстан. Здесь, например, в этом же подъезде, на третьем этаже жил один из первых министров иностранных дел, Малик Сабирович Фазылов. Здесь жил Тулинов, тоже на третьем этаже. К сожалению, я имя и отчество его не помню, но он работал в хазу Совмина, и двор был под таким патронажем. Это вообще, как его и сейчас называется Ковский двор, его строили изначально, вот ту часть, когда в 1953 году ее заканчивали, но строили-то до этого. Там стояли вышки, строили этот дом военнопленные японцы. Здравствуйте, Дальше. Здравствуйте, Дальше. Здравствуйте. Здравствуйте, Дальше. Здравствуйте, Дальше. И в 1972 году с чемпионатом мира по футболу в Мехике, тогда еще приз был, старый приз, богиня. Ника. Да, который у Калибра. Который пиле держал в руках, да. Я вчера собирал значки, а я собирал спортивные значки. Я к нему ходил, и все вот таким, ходил к нему меняться, и он мне подавил вот этот значок. А мы с ним все время менялись. Я собирал спортивную прессу, А у него была огромная совершенно коллекция. У него коллекция значков, марок, календариков. И для этого было настолько все интересно. Незапланированные и неожиданные встречи для Наэля Шаяхметова в процессе съемок в алматинских дворах уже становятся нормой. На этот раз такая встреча состоялась в условиях экстремальных. Снимая панораму этого непростого по географическому расположению дома, наша камера-коптер застряла в кроне одного из деревьев. Случайно рядом оказалась Салтанат Сарыбаева, дочка известного языковеда-тюрколога Шары Сарабаева, племянница этнографа Булата Сарыбаева и сестра композитора и поэта Талгата Сарыбаева. Благодаря этой незапланированной фарс-мажорной ситуации была спасена техника и записано интервью с ее отцом. Мы жили в Ташкенте. Моего отца пригласили в первый институт, казахский первый институт был в Ташкенте. И его послали сюда, в Алматы, чтобы он открыл учительское семинарию. И он приехал, открыл эту. Потом они... Стал собирать детей. Первая школа казахская здесь была. И открыл школу. У меня коллекции. Коллекции у меня. Два шкафа я собрал. Отчухан Валиханова. Один шкаф отдал 12-й школе. Я там открыл музей. Музей Челханова-Валиханова, где я учился вот рядом. В этом же доме когда-то жил и творил композитор, поэт, музыковед и аранжировщик, руководитель ансамбля «Гульдер» и «Арай» Талгат Сырыбаев. Мы не первый раз снимаем «Алматинские дворы» в «Золотом квадрате». И я каждый раз ловлю на мысль, что мне лично очень везет. Мне сегодня невероятно повезло встретить тебя, Салта, Салтанат. Двоюродный сестру Талгата Сырыбаева, нашего любимого Татика, композитора от Бога, мелодиста, которого я очень любил, люблю. Его песня для меня будет навсегда, всегда со мной в моем сердце. Расскажи, пожалуйста, о нашем любимом Татике. Знаешь, где подъезд? Чуть-чуть ниже подъезд. Да, они практически друг от друга не отличаются. И в то время у нас весь двор, это вот как-то у меня такое впечатление, что все были какие-то музыканты. Кто-то пел, кто-то играл, кто-то подпевал. Вот здесь стояли большие беседки. И вот Татик, как окончательно аккорд, всегда к вечеру выходил. И все с уважением отдавали каждую свою гитару. И вот начинались продолжения концерта. Конечно, это здорово. Очень хорошая память осталась. Оттуда всегда звучала музыка. От Татика самого всегда звучала музыка. И я думаю, что немаловажна была вообще даже вот наша вот эпоха, вот наше вот это поколение циковское, скажем, мы сейчас о дворе своем говорим, когда у нас были какие-то определенные вкусы уже, музыка, потому что делились пластинками, делились новшествами. И потом Талгат вместе с Араем, со своими друзьями, вот они как создали вот эту музыкальную целую плеяду новую, когда они смешали вот наше восточное, нашу этническую музыку с современным веем той музыки. Это очень удивительно, это интересно было. Слава, ты помнишь, вот говоря о Татике, здесь беседка стояла? Здесь стояли три беседки и одна там была беседка. В этих беседках всегда звучали песни, музыка. Шамиля Рысов, человек, играющий в свое время в Алтен-Дане, помнишь, я тоже с Шамилем познакомился в 68-м году. На Гимуша сюда часто приходила. И пели же песни Татиковские, сидели как раз в этих беседках. Мне кажется, счастливейшими днями на планете станут дни, когда мы будем вместе. Вот это, я помню, звучало очень, как гимн, я всегда сейчас называю, гимн вот тех лет, замечательная песня, которая зазвучала, он ее придумал тогда, когда приехал из Кубы, когда там молодежный фестиваль проходил. И это был тоже взрыв такой, был надо же, как вот не будут дети наши знать, слов убивать и воевать. То есть вот такие вот были слова, такие были песни замечательные. И Бетлов пели, и все, все, все. Вот этот двор впитал, в принципе, вот всю культуру, всю вот эту вот музыку, мелодию, всю вот эту ару хорошую. Аплодисменты, сюйкті, досым, сюйкті композиторым, Талғат, бүгінгі тойын, құтты болсын. Осыдан 30 жыл бұрын, Талғаттың арқасында мен, жаңа музыка аштым өзіме, жаңа әндерді тыңдадым, жаңа гармония, жаңа стиль, қазақстан музыкасына, жаңа мәнер келді месіпе, революция келді дегі болады, оны жасаған Талғат. Аплодай. Ну, сейчас дело Татя Каса и Талғата, наша Сырыбай продолжает. Продолжает Кайсар, конечно, Кайсар, молодец. Ну, и дай Бог здоровья и Кайсару, и всем вот ребятам, которые, в принципе, вот здесь вот воспитались, выросли, переженились, мы уже бабушками стали, а память, она возвращается благодаря вот вашим таким програмам. Спасибо. Ну, давай. Сегодня мы успели только прикоснуться к истории этого легендарного дома. Надеемся, что продолжение рассказа об удивительных личностях, значимых для города и страны, проживавших когда-то здесь, не заставит себя долго ждать. Здесь жил дворник, его звали Степан. Он выдавал нам огромный шланг, все это подключалось под воду, сейчас за воду платят, тогда платили как-то по-другому. И каждый вечер собирались, ребята, которые повзросли, и мы, и заливали этот каток. Здесь проводились районные соревнования между дворовых команд. Там чуть ниже был, опять же, детско-спортивный клуб, он так назывался. Все это было на бесплатной основе. Нам там выдавали клюшки, мячи, все было бесплатно. Все мы вот играли в хоккей здесь, проводили время, причем допоздна. Тогда было спокойно, не было ни хулиганов, ни бандитов, как говорится, как сейчас. И родители отпускали нас кататься и заливать каток буквально там до 12 ночи, когда мы там учились в 5-6 классе. Ну, под надзором старших, конечно, но все равно. А летом здесь была огромная площадка, где, я говорил, пельменная, мы там воровали деревянные ящики, пекли вот прямо вот здесь посередине, пекли картошку. Из дома все выносили... Пластика дворовая. Да, из дома выносили, кто колбасы кусал, кто хлеба, и мы сидели тоже допоздна, пекли картошку. Было так спокойно, детей было очень, очень много. Там чуть дальше мы играли в футбол. Лазили вот по этим гаражам. Гаражи, кстати, остались в тех временах. Так оно и есть. Я, кстати, обратил внимание, что, вот ты говоришь, двор не изменился сильно, но я вспоминаю по 68-го году, вот эти все строения, в принципе, остались. И гаражи остались. Может быть, ограды появились другие уже, а двор, в принципе, сохранился. А вот здесь, где мы стоим, здесь стояли беседки. Вот этого ничего не было, ни вот этого фонтана. Здесь стояли такие длинные деревянные беседки. Таких сейчас не строят. Я больше, кстати, таких нигде и не видел. Тоже сидели в них, собирались. По вечерам, днем. Мы когда приходили со школы, я учился в 25-й. Здесь учились или в 25-й, или в 39-й школе, потому что рядом. Единственная, как я радсо Рыбаев, он учился в 12-й. Он единственный из Адвара, учился в казахской школе. Ну, потом он стал поможником президента. Сейчас посол в Австрии. Был посол в Турции. То есть, папа, как говорится, не зря я его отдавал в 12-й школу. Когда, значит, изначально вот этот дом был построен, здесь было, в квартирах было печное отопление. То есть, люди таскали уголь там, и вьюшки, то есть, вот эти задвижки. У нас, например, в квартире, она была до 78-го года, как память о том, что здесь когда-то было печное отопление. Вот между 15-м и 14-м подъездом там была кочегарка. Потом стало, как бы, такое отопление. Кочегарка топилась, значит, все отапливался двор. Она там, где-то арка там была, такая же, как вот входная. И там внизу, под аркой, была большая достаточно кочегарка. Потом уже, как бы, двор перевели на газовое отопление. Вот на самом нижнем поле было газохранилище его специально. Это где-то в 64-м, вот так в 65-м году поставили газохранилище. Там несколько емкостей было. Заезжали машины, заправляли, и двор был газифицирован. Слушай, я никогда не видел, что углем топили такой Цыковский дом, да? Да, этот двор. Вот здесь вот, если посмотреть, ну, сейчас вот эти вот трубы, вот эти трубы, которые есть, это вытяжки. Теперь понимаю. Это вытяжки, то есть там были, есть общие трубы, там есть противосейсмические швы, они где-то примерно шириной, ну, порядка метра, вот, может быть, чуть поуже. И вдоль этих швов шли вытяжные трубы. У нас была очень большая библиотека, но была в кабинете у отца, она полкабинета занимала. Многие приходили тоже брали, почитать книги, приносили что-то другое. А сама квартира была очень странного, такого покроя, так сказать. Можно было из коридора через детскую комнату, через зал все пройти. То есть вокруг можно было всей квартиры пройти. Она была... Да, да, да. Она была как-то странно очень построена. На кухне даже было место специально отведено для того, чтобы там спала служанка. То есть обслуживающий персонал, когда вот строили эти дома, они были такие. И я помню, когда мне подарили роликовые коньки, я катался вокруг своей квартиры, настолько она была огромная. Это было удивительно. Ну, собственно говоря, это был не двор, это была большая семья. Кому надо. Да, так здесь все знали друг друга. Мы бегали друг к другу в гости. Родной порог и сердце вновь Замирает вдруг Как беден смысл слов. Ты ждешь ли меня, мой друг? Среди дорог далек порой Возвращенье час, Но навсегда со мной Тепло твоих добрых глаз За все благодарю, Лишь для тебя горю И вновь говорю Как бы не был далеко я Не приносят мне покоя Ни лесов дыхания, Ни морской прибор В час тяжелых испытаний В годы странствий и скитаний Все мои надежды Все мои надежды Связаны с тобой Сегодня мы рассказали вам еще одну интересную историю Об знаменитом Алматинском дворе В народе его называли и называют Цыковским Честно говоря, мне совсем не хочется уходить из этого уютного дворика Но нас ждут новые встречи И алматинские истории продолжаются Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok